То есть пока ваш ребенок хочет общаться с вами, общайтесь с ним лучше вы. То есть гаджет — это следствие. Не причина, а следствие. Здравствуйте, меня зовут Ирина Трунова. Я семейный психолог, психотерапевт, специалист в области детско-родительских и супружеских отношений. Я работаю как индивидуально с людьми, так и с семьями. С семьями с детьми и с межпоколенческими семьями. И я сама мама троих детей, я супруга, более 20 лет у нас стаж супружеской жизни. И в нашей семье есть дети разных возрастов, и подростки 17 лет, и школьники, и дошкольники. Поэтому, в общем-то, мне не чуждо применение для себя тех знаний, тех навыков, которые у меня есть. И это важно, потому что когда мы теорию пытаемся применить к практике, очень важно, чтобы мы учитывали все подводные камни и были гибкими для того, чтобы это действительно было на пользу. Вы замечали, в метро сейчас все уткнулись в гаджеты, и каждый в своем гаджете сидит. Раньше было видно газеты, книжки у людей, да, теперь гаджеты. В принципе, это просто носитель. Если говорить о подростках, мы часто можем увидеть, что они там слушают музыку, переписываются, читают что-то, в игры играют. Это все удовлетворение разных потребностей. А мы видим снаружи что? Мы видим, что ребенок сидит в гаджете. Что там внутри этого гаджета? Мы не знаем зачастую. Там очень много разных процессов, которые удовлетворяются просто через гаджет, потому что сейчас есть гаджеты. Раньше надо было общение взять там, знания здесь, куда-то пойти для этого, да, общение в другом месте, чем знания были. А сейчас мы видим все время ребенка в гаджете. То есть важно не то, что он сидит в гаджете, а что он там делает, потому что он википедию читает. Да, бывают разные. Тревожным сигналом для нас является что? Если ребенок делает что-то одно и то же, он перестал развиваться в этом. То есть он постоянно играет в игрушку какую-то, либо забивает свою тревогу какой-то информации, легко усваивая мой. И ребенок сидит и не развивается ни в чем другом во всем остальном. И у этого тоже есть своя природа. То есть там интереснее, чем тут в реальной жизни. То есть как-то мы создали тоже такое пространство, в котором ребенок перестал развиваться. Либо мы его заставляли развиваться в чем-то другом, либо не давали контакта и близости. Он не получает в этом мире чего-то интересного и ценного для него, что ему необходимо, как воздух. И он уходит туда, как избежать вот этой боли непереносимой, что здесь он не удовлетворяет свои потребности. То есть гаджет — это следствие. Не причина, а следствие. Это так же, как уходит в алкоголь. Так же, как уходит в любые другие зависимости. В игрозависимость уходит не просто так. Не потому, что изобрели гаджеты. А потому, что в этом мире здесь непереносимо что-то. Может быть, я консервативно, по мне так максимально отсрочите. То есть пока ваш ребенок хочет общаться с вами, общайтесь с ним лучше вы. Не давайте за едой гаджеты. Не давайте гаджеты, когда вам лень заниматься ребенком. Вы не в ресурсе. Старайтесь, как взрослый человек, себя в ресурсе держать. Для того момента, когда ребенок оказался с вами, это то ценное время, когда вы можете провести с ним. Он привыкнет общаться с вами, а не с гаджетом. Мультик должен быть ограниченное количество времени. Если это для трехлетки, то это буквально минуты, 5-7 минут. Если это пятилетка, то чуть побольше 20. Если это школьник, то это тоже ограниченный по времени. Но вопрос сразу себе задайте. А что он будет делать в остальное время во все? То есть отпускать это по своему родительскому попустительству, отпускать это на самотек, когда вы не в ресурсе, и ребенок у вас трехлетний сидит полтора часа, смотрит мультики, и неизвестно, когда это закончится. Это попустительство родительское. И потом неудивительно, что ему там будет прикольнее, чем с вами. Продолжение следует...